Музыка Таким было лицо Европы четверть века назад. Черный призрак фашизма витал над человечеством. Миллионы и миллионы расстрелянных, повешенных, сожженных, удушенных газом. Ни одна эпоха не знала такой изощренности в убийствах. КОНЕЦ Давно отзвучало эхо войны. Двадцать два раза вырастала и увидала трава на солдатских окопах. Какими же стали теперь города и села, высоты и огневые точки, те места, где некогда бушевало пламя великих битв? Как чтит народ память тех, кто отдал жизни свои во имя спасения человечества от кошмара нацизма? Двенадцатого ноября 1967 года от железнодорожного вокзала города Фрунзе отошел специальный туристский поезд. Сотни его пассажиров побывают в городах-героях Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Севастополе и Волгограде. У этих людей разные судьбы, профессии, биографии. Многие из них были еще детьми или совсем молодыми людьми, когда началась Вторая мировая война. Но вместе с ними едут в поезде и другие пассажиры. В солдатских шинелях встретили 1941 год наши земляки Эмманолы, Амиралиев, Омуркул Джумашев и Алексей Горлов. Подмосковье. Бывший разведчик 1-го полка 8-й гвардейской дивизии Омуркул Джумашев помнит его таким. 75 немецких дивизий начали в конце сентября 1941 года генеральное наступление на советскую столицу. На совещании в штабе группы армий «Центр» Гитлер заявил, Москва должна быть окружена так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой. По плану имперских сановников Третьего Райха, там, где стояла Москва, должно было разлиться море, которое навсегда бы скрыло столицу русского народа от цивилизованного мира. Вместе с сотнями тысяч советских воинов наши земляки сказали врагу «нет». Вот она, советская столица. Стоит и по сей день. Только лучше стало и красивее. Новодевичье кладбище. Здесь покоится прах великих москвичей. Гоголь, Собинов, Чехов, Книпер-Чехова, Тарханов, Ермолова. Этих памятников могло бы не остаться, если бы навстречу врагу не встал советский солдат. Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Так стой же вечно и неколебимо великий город мира Москва. Алексей Сергеевич Горлов. Девятьсот дней и ночей с самого начала блокады и до конца ее был наш земляк среди тех, кто отстаивал колыбель революции город Ленина на Неве. Вся страна с тревогой и гордостью обращала тогда свои взоры к Ленинграду. Из далекого Казахстана дошли до ленинградцев пламенные слова Акына Джамбула. Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, гордость моя, слышат пастбище сырдарьи вой взбесившегося зверя. Но последний близок расчет, и земля в преддверии побед. Вся страна идет на врага, поднимается весь народ. В суровые дни блокады погибло около 650 тысяч человек. Многие из них похоронены здесь, в братских могилах на Пискаревском кладбище. На камне мемориальной стены высечено. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так много их под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Бреджизнью бессмертной вашей вечно склоняет знамена народ благодарный, родина-мать и город-герой Ленинград. Украинская земля. 25 лет назад горела эта земля под ногами фашистских оккупантов. Среди пассажиров этого поезда геолог проектного института Кирдор-Транса Виктор Иванович Павленко. И может, острее, чем все остальные, врезались в ее память грозные осенние дни 42-го года. Ожесточенные невиданным всенародным сопротивлением новому порядку, установленному на захваченных землях, свирепствуют фашистские палачи. Сотни тысяч молодых, здоровых парней и девушек увозили в Германию. Третьему Райху нужны были рабы. В один из таких вагонов втолкнули 19-летнего Витю Павленко. Так началось его хождение по мукам. Восемьсот сорок девять дней провел он в концентрационном лагере Маутхаузена. Страшное и мучительное время, когда каждый день казался месяцем, а месяц годом. Но и здесь, в чудовищных лагерных недрах, советские люди не стали рабами, они боролись. Виктор Иванович был свидетелем гибели бессмертного генерала Карбышева. Его облили водой и заморозили. Это время уже далеко. Но никто не забыт и ничто не забыт. Виктор Иванович Павленко знает в десятках городов и сел России и Украины, Белоруссии и Молдавии. Киевским школьникам Карбышевцам рассказал он о последних минутах жизни легендарного героя. Поезд подходит к Севастополю. Вот она главная база нашего героического Черноморского флота. Гитлеровцы считали Севастополь одним из важнейших стратегических объектов. Десять отборных фашистских дивизий стояло у его стен весной 42-го года. 15-20 атак отбивали ежедневно защитники Севастополя. Ежедневно. Одни таких было 250. Сейчас это военная техника только музейные экспонаты. А 25 лет назад... 30-го июня 42-го года под напором превосходящих сил противника защитники Севастополя покинули развалины города. Но они вернулись сюда. Штурм знаменитой Сапун-горы. Он навеки запечатлен в диораме штурм Сапун-горы. А это документальные кинокадры. До сих пор некоторые буржуазные историки задают себе вопрос. Почему, несмотря на подавляющее преимущество немцев в 41-42 году, Севастополь продержался 250 дней? И почему в 44-м русские взяли его за 4 дня? Почему? А почему немцы так и не взяли Сталинград? Вглядитесь в их лица. Загадка кроется в них, в простых советских людях. В их несгибаемом мужестве и моральном превосходстве над врагом. Будет кружить метель, потоки дождя хлынут на землю, но никогда не погаснет на могильных курганах это пламя вечного огня славы и бессмертия сталинградцев. спите, герои, почтим их благородную память, помолчим минуту. О подвигах павших должны рассказать живые. «Музыка» «Музыка» Этот альбом с фотографиями и эскизами привез из путешествия по городам-героям учитель рисования Брулдайской средней школы Анатолий Васильев. Его ученики представляют войну лишь по книгам и фильмам. Их отцы и деды принесли им мир. Пусть же вечно помнят и знают они, какой дорогой ценой заплатил народ за этот мир. Редактор субтитров А.Семкин